Депутат-либерал-демократ Иоанн Юанаш намерен положить в собственный карман 5 миллионов леев из госбюджета, предназначенных для строительства двух объектов в населенных пунктах Кочулея и Парумбешт, что в Кантемирском районе, оказывая давление на районный совет. Об этом рассказал сегодня журналистом лидер народного движения «Антимафия». Сергей Макана утверждает, что несколько месяцев назад в объявленном тендере на строительство выиграла компания «Янаша». Конкурс проходил под непосредственным контролем депутата от ЛДПМ Иоанна Балана, который без намеков объяснил примарам, кто именно должен выиграть тендер. Со слов лидера «Антимафии» Иоанн Юанаш уже получил авансом 500 тысяч леев и теперь добивается перечисления остальной суммы – 5 миллионов леев, предусмотренных проектом. Иоанн Юанаш уже получил сумму в 500 тысяч леев за выполненные работы в селе Кочулея, где был использован низкокачественный песок. В документах указано, что песок везут из Кабуски, Новоненского района. Только представьте себе, сколько денег отмыли таким образом. И люди-свидетели. Эта дорога разрушится в самое ближайшее время. В работах задействованы были нелегальные рабочие. После всего этого Иоанн Юанаш отправляется в районный совет Кантемира, чтобы получить деньги за некачественную работу в Кочулее и еще не начатую в Парумбешть. Он требует выплатить ему 5 миллионов леев до конца года. На районных советников оказывают давление лидеры ЛДПМ Балан, Филат, Лянка, заставляя их выдать Янашу деньги. Что это? Разве может происходить подобное в стране, которая стремится в Европу? Лидер антимафии утверждает, что Иоанн Юанаш – один из главных спонсоров либерал-демократической партии. Он стал миллионером несколько лет назад, после вступления в ЛДПМ. Некогда гражданин со скромным достатком, теперь является владельцем имущества, которое оценивается почти в 8 миллионов леев. Сергей Макану обратил внимание, что до сих пор ни одна правовая структура не отреагировала на его заявление. Промолчали следственные органы и в случае с депутатом-либерал-демократом Симеоном Фурдой, который оказался замешан в преступной схеме по вымоганию денег у экономических агентов, заявил Макану. «Хотел бы знать, сколько времени этих людей еще не будут допрашивать. Пусть они ответят хотя бы на вопросы общественности. Прокуратура могла бы заинтересоваться тем, что я сказал, и к вечеру дело было бы заведено. Но этого не произошло. Она не отреагировала ни на одну информацию, ни на один представленный мной документ. Мы все знаем, что судебная система политически подконтрольна». Лидер антимафии пообещал, что в ближайшее время выведет на чистую воду еще нескольких либерал-демократов. «Мы представим вам доказательства против других криминальных деятелей из ЛДПМ. Начали с Янаша. Сдернем затем маску из Иона Балана, который эксплуатирует более тысячи крестьян в Кантемирском районе, не выплачивая им ни зарплаты, ни пенсии. Он дает людям лишь на похороны бидон вина и кусок брынзы. Расскажем о преступлениях Чембричука из Сорок по кличке Сашок, которые он совершил и продолжает совершать, о Бионе Батмалае, которого Филат использует как борца с мафией». Прозвучавшие сегодня заявления стали очередным громким разоблачением преступной деятельности членов партии Филата. Сегодня же Сергей Макану сказал, что разочарован в отечественных СМИ, которые являются подконтрольными и утаивают от общественности все его заявления. К слову, ни один из тех, о ком сегодня шла речь на пресс-конференции, не выступил с ответным комментарием.